Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам только что. Сегодня у нас в гостях Сергей Колотов, организатор и директор фестиваля авторской песни, поэзии «Есенинские струны». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в гостях. Ну, давайте, наверное, начнем с подведения итогов фестиваля. Да, в этом году фестиваль был многочислен. Как никогда властями и МВД насчитали, что за время фестиваля за три дня посетило 5000 человек фестиваль. В фестивале в восьми номинациях приняли участие 28 человек, 28 участников. География городов тоже расширилась. В этом году были люди из Домодедова, Коломна, Люберца, Луховица, Подосинки, Фрязина, Пески, Электросталь. Это все Подмосковье. Также из Вышнего Волочка, Тверская область, из Тульской области, Новомосковск, Тула. Были участники из Астрахани, Владимира, Севастополя, Рязани, Челябинска, Владивостока. И был международный участник из Украины, из Донецка. Хотя теперь уже, может быть, это... Вовсе и не заграничный гость, так можно сказать. Да, да, да. Но гран-при уехал в Тулу. Традиционная дорогая американская гитара фирмы Овэшн. Выиграли его дуэт Александра и Елены Смуровы. Из авторов лауреат Леонид Сухов из поселка Пески. Ну, порадовал состав дипломантов. Дети 15, 14, 12 лет участвовали во взрослом конкурсе и выиграли конкурс. Ну, в общем, фестиваль был яркий. Состав жюри был тоже достаточно представительным. Председателем жюри был Юрий Гарин. В составе жюри работали Константин Тарасов, Марина Томилова, Анна Копейкина, Александр Сафронов, Сергей Кирюхин. Ну, в общем, было интересно, поучительно. И, на наш взгляд, этот фестиваль показал, что на следующий год еще больше, наверное, расширится география. Еще больше будет людей приедет, к чему мы очень рады. Ну, тут нечего добавить. Действительно, фестивали всегда объединяли людей с общими интересами. Но вот сейчас межфестивальный такой период. Я так понимаю, к чему вы сейчас готовитесь? Расскажите. Ну, за этот год прошла большая работа. Во-первых, мы очень рады, что нас приветил Старый парк. В Старом парке проходят вечера, которые организует Анатолий Абуденкин. И мы вот на этой площадке нашли как бы единомышленников. И постоянно у нас там идут какие-то концерты. Мы показываем своих бардов местных, московских. Но за этот год было такое значимое очень событие. В Рязань приехал Юлия Ким. Были концерты. И на площадке Дворца молодежи состоялся такой концерт-рибют. В первом отделении пели песни Юлия Кима наши местные коллеги. Скажем так, рязанские барды. А во втором отделении сам мэтр показал свою программу. Было очень интересно. И вот на волне того, что произошло, мы как бы пошли дальше. И решили эту тему развить. В этом году, в октябре 25-го числа, в воскресенье, к нам приедет Владимир Туриянский. Это будет концерт тоже в формате трибют. В первом отделении выступят Екатерина Мещерякова, Ирина Теущакова, это рязанские девушки. И знаменитый наш бард, рязанский Алексей Фошин. Я тоже, Сергей Колотов, спою песни. И нашу команду пополнил в этом году очень интересный дуэт. Ребята приехали из Владивостока, поселились в Рязани, работают. Это Владимир Цуканов и Екатерина Леснянская. Они тоже в первом отделении споют песни Владимира Туриянского. Ну, а во втором отделении сам мэтр покажет свои, может быть, новые какие-то песни. Обязательно споют любимые. 25-го октября, в воскресенье, в Старом парке. После 18 часов мы ждем гостей. Пожалуйста, приходите. Будет очень интересно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Расскажите о гости, о Владимире Туриянском. Кто это? Что это за человек? Я так понимаю, это один из старейших бардов в стране. Да, это человек, который принадлежит к первой обойме. Это коллега и соратник. И по времени, и по творчеству. Это одна компания. Юрий Висбург, Булата Куджава, Владимир Высоцкий. То есть это вот оттуда из 60-х годов. Владимир Туриянский. Он родился в 1935 году. Отец был репрессирован. Семья была сослана в Казахстан. Но после войны они переехали в Подмосковье. Семья уже, к сожалению, без отца. Туриянский поступил в Институт культуры. Но после третьего курса понял, что это не его. И выбрал себе профессию геолога, чем всю жизнь занимался. Геология, геофизика, крайние севера, какие-то горные экспедиции. И вот вся жизнь этого человека прошла вот в этих впечатлениях. Об этом его песне, наполненной романтикой, наполненной мужеством. Песни, конечно, есть такие, которые носят отпечаток детства, когда пришлось жить среди репрессированных, среди зеков. Есть как бы и такой материал. Но очень интересная личность, совершенно скромный человек Владимир Львович. Он у нас дважды был на фестивале председателем жюри. Мы дружим с ним. И он любезно согласился приехать к нам в Рязань. Тем более, что в этом году он отметил 80-летие свое, юбилей большой. И мы хотим все-таки застать его. Он сейчас в очень хорошей форме находится. Но хотим рязанцам показать вот эту классику, живую легенду нашего жанра. Поэтому всех приглашаем. Пожалуйста, даже не раздумывайте, приходите к нам на концерт. 25 октября в 18 часов в Старый парк. Сергей, ну я думаю, что любители подобного рода песен, подобного рода вообще вот этого стиля исполнения, они обязательно услышат вас, прислушаются. И им будет интересно посетить это мероприятие. Спасибо большое. Ну и не за горами. Следующий фестиваль на День России в 2016 году. Мы ждем на том же месте всех. Но я думаю, что до этого мы попросим еще о встрече и пригласим наших зрителей и участников к нам на фестиваль. Напомним, обязательно напомним. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин